Я знаю... Подожди! Стой! Если бы камень не принадлежит, я была бы... то четко бы знала, почему там был кровящий вообще. Я понимаю, что он может пригодиться. Постой! Деньги мы всегда успеем заработать. А камень нам может быть... Камень, камень вредный. Ты представь! Какая от него может быть польза? Не представляю, от камня в пользу. Это мой камень! Камень как камень! Мне нужен твой сенс-мотив. Ты можешь кое-что понять. 21. Ты обратил внимание на то, что когда этот камень как бы у тебя был, когда ты его демонстрировал торговцу, ты не ощутил на себя никакого воздействия. Я понял, что он сводит с ума только не дворфов. Ну или так. Стабильная раса, да. Низшая раса просто сводит с ума. А я тебя хочу очень убедить. Такой с ней дворф? Нет. Что-то не так. Ну... Дворфу с логикой плохо. Подожди. Низдан какой. Низдан какой. Поспешных решений не принимай. Что вы мне с вами делаете? Тем более за всю партию. Это вообще за мной. Давайте так, давайте мы продолжим путь. А вечером на привале мы это обсудим. У кого сейчас камень? У меня. Проблема, если дам кому-нибудь камень, его загрызут тоже. Лучший путь его хранится. Короче, я плачусь и говорю, вечером мы обсудим друзей. Ваших. Общих. Он... А пока я сохраню его... Предложение от Масты. Ты будешь о нем все учить? Вы вечером можете устроить контест историй об этом камне. Слушай, подожди. Ну соревнования. Вы же должны рассказать? Убедить окружающих в том, что это ваш друг. Я хочу, короче говоря, его убедить, чтобы он мне дал его изучить. Поскольку я шарю. Я предлагаю... Как работают социальные навыки между игроками? Есть два варианта. Первый. Ты его пытаешься убедить в том, в чем ты его убедить не можешь. И он говорит, что нет. Ты меня в этом убедить не можешь. А второй вариант. Ты его пытаешься убедить в чем-то, в чем ты его убедить можешь. И тогда совершается контест с навыком. Конечно, это очень полезно будет, если я его рассмотрю. Еще раз говорю, на всякий случай. Я пока не верю. Я вижу, что он сводит с ума... Ну да, у тебя предательски держат руки. Он понимает, что сводит с ума выборочных людей. Непонятно по какому принципу. И если он сам с ума не сошел, он лучше себя поддержит. Пока. До вечера хотя бы. Ты же видишь разницу между нормальными людьми и ненормальными, правда? Я вижу, вы очень хотите обладать этим камнем все почему-то. Я тебе говорю, дай его просто изучу и потом все верну. А вот теперь сысмотив. Ну кидай блеф. Ну это десяточка. Ничего себе. У меня больше не тринадцатых. Да ладно. Ты ему не веришь, он тебе его нифига не верит. Чувствую, что он мне не отдаст. Ну в какой-то момент ты понимаешь, что когда он говорит, знаешь, я тебе его обязательно верну, в этот момент его глаза мечтательно закатываются, он немножко спалит. Отдать не дали. Не, 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 закатывай просто к щуриться, знаешь. Верну. Верну. Обязательно верну. Так, да. Вечером разберемся с этим камнем. Я выслушаю, почему каждый из вас хочет им обладать. И мы с торговцем примем независимое решение. Ты все еще мне не доверяешь, значит. Торговец очень доволен, что ты так его уважаешь, что... А с чего ты, знаешь, как он называется? Ну, за деньги попался не... Только за деньги, но хотя бы за деньги. Каким путем? Может быть. Но я пока не чувствую, что в торговце ничего такого зрения. Самый хитрый жук здесь за столом это Света. В контексте. Может быть, торговец и хочет им обладать, но... Вот. На следующий день я вам сразу расскажу, а потом от вас. Вы видите, что на небе периодически небо начинает темнеть. Буря глядет снежная. Вот. Вы начинаете приглядываться, и... Торговец говорит, вы знаете, очень похоже, что у нас в Котопеше вот с этого начиналось тоже все. Вот я, говорит, пока не вижу, что солнце становится красным, и дополнительного из тьмы не вижу дополнительного источника света, но, говорит, очень все это... Наша... Надо быстро топать. Наша более насущная проблема... Вот именно гоблины. Я бы их лучше обошел, чем пошел к ним. А вдруг там еще живали? Хотя много крови... А вдруг они еще живы? Это вообще кровь свежая? Или уже забеглась? Вашего срывайвала не хватило. Вы можете, учитывая, что вы спросили что-то новое, вы можете еще раз кинуть срывайвала. Либо с вафу я могу разрешить кинуть хилл, но потребуется потратить слишком много времени, если он тренирован. Пятнадцать. Нет, хилл тренирован, но... Все просто, я хочу дотронуться, если у меня останется на перчатке... Чисто теоретически, по цвету крови можно приблизительно определить время. Этого в правилах нет, но если высоко бросишь... Тизелька в тизельку! Девятнадцать бы не хватило. Ты считаешь, что это произошло часов десять, может быть, пятнадцать назад. Хороший бросок срывайвала бы, дал более точную информацию. Серьезно? Они всех убили. Мы можем еще кого-то спасти наверняка. Если бы они всех убили, они бы их тут кинули. Вообще, да, это очень интересная мысль, потому что обычно гоблины трупы с собой не забирают. Забрали в плен, зачем мне? Жертвы приносят или еще какую-нибудь хрень? Надо пойти их спасать. С караваном? Да, торговец. С караваном здесь есть место? Еще раз говорю. Караванщик не один, с ним есть его охрана. Их просто не много. Там всего два охранника. Он просто обычно нанимает около десяти человек. А сейчас, учитывая, что вы путешествуете с ними, вы герои там такие крутые. Герои первого левела. Как относится торговец к идее проверить? Спасти кого-нибудь? Да, из предыдущего каравана. Вы как у него это спрашиваете? Мы не спрашиваем. Мы сообщим, что возможно там еще остались живые люди. Живые люди, ладно. Грус остался. Грус и вещи, да. Так. Грус интересный. Ну, вы надавили на две из трех задуманных мною точек. Надавите еще на одну. А я пока скажу в туалет. Если ты спасем торговца, то сможешь саму торговать. Иметь дировые отношения. Это очень близко к задуманному мной третьей точке. Это лучше. Нет, это ближе. Может это вообще его родственник какой-нибудь будет? Возможно. Брат, отец. А, нет, на самом деле повозка здесь же проходила. Здесь. Ну и очистить караванный путь от Гобрина вообще-то. Он не последний раз уйдет. Может это действительно будет победное знакомство. Либо конкуренты, либо знакомые. Одно из двух. Ну и да. Гобрины здесь плохо на пути торговал. Но речь о том, что сейчас Гобрина не самая большая проблема, судя по тому, на что он обратил внимание. Нормально, она уже летит пару месяцев. Так точно, комета. Ну так правильно, чем есть начало. Ну вот. Вот и будет вообще плохо. Ну мы будем в таком дело. Ну так не мы, а он. Комета все равно не убежит. В чем проблема? Чей берица с назад. Спасать. А, спасать? Наверное, спасти все. Нет, двор все будет. Двор хочет подраться. Лени хочет сделать доброе дело. Хаотично. Хорошая кнопка хочет вот, да. Меч. Пылает. Давайте тогда что-то поделим обязанности. Мы можем как-нибудь сделать так, чтобы и отвлечь, сразу спасти и одновременно с этим еще и напасть сзади. Надо для начала выяснить, где они точно. Симбернара пустить одного. Ну он тогда не может и не вернуть. Он их найдет. Если он зайдет, он залает. Мы хотя бы услышим, где в каком направлении. Ну так это же сразу спалит всю компанию. Ну да. А вдруг они просто подумают, что это просто Симбернар помешал. Ага. Без никого. Конечно. Лезешь. Симбернары повсюду. С тайками. Я говорю о том, что можно просто пустить тебя и еще кого-то вперед, а меня и еще кого-то... Назад. Да. Обойти их, выпустить с пленных и заодно у нас... Так мы даже не знаем ни где, ни как у них что... Мы даже не знаем ни где, ни как у них что... Мы пойдем туда и обнаружим их. Ну еще доводы... Благодарный, спасенный... Да. И очищенный от гоблинов пучка романных, по которому ему еще неоднократно идти. Даже нет. Мы вычлили, что... Пусть торговость... Значит, что могут быть либо... Или кому-нибудь не очень полезны. Либо конкуренты, либо знакомые. Одно из двух. Конкурентов что можно прилетать? Для чего вы угадываете? Это достаточная точка, но точка была в другом, что... Это же твой друг, соратник по торговой гильдии. Ну да, ну не фактически. Если мы его бросим, значит... Тебя тоже кто-нибудь может бросить в такой ситуации. Но ваших двух точек надавленных хватило. То есть, короче говоря, давайте так... Со мной останется ваш паладин и... Какой же паладин? Какой же паладин? Девочка с хвостом. Какой же паладин? А, есть один. Так у нас же еще и сорча. Там, там... Джона Сильвера осталось. Мы Джона Сильвера остались. А кто еще? Кэт! Кто Кэт? У нее паладин. А Кэт не Джон Сильвер? Нет. Кэт другая девочка паладин. Джон Сильвер это... А сорча ж с нами, да? Ваша? Еще же, да, сорча еще. Да-да-да, Кэт. Ну, и сорча вон. Вот троих вполне... Я просто, знаешь, такой иду, иду, и так... Опа, тын-тын-тын люди вокруг. Появляются просто. Эйджа, Лекаси и... Как же ее звали? Амадис. Амадис остаются с караванчиком. Ради бога. Но заражений нет. У нас был план следующий. Мы хотим, во-первых, знать направление. Мы уже его знаем, да? Туда. Мне надо... Уже навострился. Делать это быстро или не быстро? Я думаю, что вам стоит взять с собой Сен-Бернара, чтобы он искал след, чтобы мы не потеряли. Остальных животных, наверное, стоит оставить. Зачем нам Лама в лесу? А она тренированная? Да. Она и веревка, она все может. Она только тренированная будет. Лама такая вот, что у вас садится на заднюю лапу, начиная себе боевую раскраску. Давайте вот так. А ты тренирован Сен-Бернар брал? Стойте. Давай ты вместе с Барендом пойдете чуть-чуть сзади, нас будете направлять. Мы будем идти чуть-чуть впереди с тобой тогда. Обнаружен, собственно говоря, лайк? Как они у тебя будут вас направлять? Сен-Бернара вперед, это допустите. Не, ну... Левее идем, левее! Нет, это тяжело направлять. У кого кроме меня еще есть сурвайвл вообще? Бери Сен-Бернара и топайте вперед. Что мы вас будем направлять? Ну, по следам идем. Сен-Бернар же тренировал, слушайте, кого сказали нам. Он может нас спалить. Он в основном слушает тебя. Я понимаю, но если бы тут такая ситуация, что я должна быть подальше в более безопасной ситуации, допустим, а он, да, его помощь нужна вот эта милая девушка. Ладно, не важно. В глазах Сен-Бернара написано неминуемое требование куриные ноги. Чтобы он выполнял такой сложный задание. Горбинская сойдет, я считаю. Ну вот, собственно говоря, будем двигаться, как только мы обнаружим в лагере. Сен-Бернара и группу немножко назад, сами обходим так, чтобы обойти сзади. Мы хотим найти сразу пленных и, собственно говоря, как-то синхронизировать наше действие так, чтобы вы напали, а мы напали сзади. Мы тут тихо крадемся, незаметно идем по следу. Быстро, мы идем быстро. Быстро или тихо? Сначала быстро, потом тихо. Понятно. Когда потом? Значит, мне первое от вас нужен бросок эндуренс за первые пять часов. Фига себе мы идем. Эндуренс это что? Это что? Просто ваша выносливость. А, выносливость. Одиннадцать. Пятнадцать. Семнадцать. Мне интересны были броски десять. То есть, если бы было десять, то вы бы начали немножко выдыхаться и уставать. Лени почти начала, учитывая, что она уходит медленно. Не всех, видимо, уже самое маленькое. Ну, с Армирнойкой. Многин хватило, да. Ты периодически висела в общем-то. Она чуть-чуть покаталась над Сильмирной, чуть-чуть над Варфе. Хе-хе-хе-хе. Креодически... Ползала злостная рука к Ному. Ой, я так устала. Возьми на ручки, на ручки. Возьми на ручки. Возьми на ручки. Возьми на ручки. Нарвар берет на ручки. Она такая, ой, а что это тут? А что это такое? Нарвар берет на ручки. Это не камень, сказал бог, чтобы не разънял. Это нос. Д'Артаньян, вы такой интересный мужчина. Это не что-то, это Эфес моей. Так, нам надо убрать вот это вот. Надо фокус. Нет, я не хочу фокус. И фокус. Тоже фокус. Да, да, да. Еще вот это. Вот это и вот это. И вот. Вот это. А, все, миши за... И деревья. Деревья. Подернулась дымкой. Да, классика. Все подергивается дымкой рано или поздно. Это только карты, да? Ну, один. И тут мы. А тут они. Или как-то так. На время вышло, комета упала на землю. Геймор. А вы правда думали, что задача вашей миссии будет предотвратить падение кометы? Пока мы думаем так. Черт. Мне интересно будет почитать дневники ваших персонажей. Ну, он хочет просто на нее посмотреть. Ой, падай. Ой, приближается, Финкс. Деревая. Фига себе. Клево. Это какая-то пирамида инков? Нет. Там жертву переносят? Это типа горная местность. А, фу. Это пирамиды Вити, а не инков. А их сам строил. Так, стоп. Это я пока, значит, не старый. Черт. Странится. И гоблины, не гоблины. А я говорила, что я говорила. И лес, не лес. Это новый. Не сказал. Гоблины были не оставить никого. Постепенно почва под ногами становится более твердой. Местами проявляются такие большие камни. Еще через час периодически то слева, то справа начинается такой подъем вверх. Пока не резкий такой, не отвесный. Но дорога все еще. Мы здесь не идем, если что, ребят. Я знала, что я его не знала. Ну, здесь сидят следы. Ну, понятно. Мы тут не идем, если что. Я знаю, чем все это заканчивается. Ущелье и две скалы вокруг? Да. А давайте сразу наверх. Вот. Еще раз говорю. Это не ущелье такое, как ущелье. Да? Это просто пока... Я знаю, где будут гоблины. Нифига, да. Надо идти по верху сразу. Горы, они где-то вот здесь. Вот они дальше. Нифига, нифига. От вас я все еще услышал. Просто если вы пойдете с другой стороны, то вы очень быстро потеряете след. Ну, мы сюда, мы что-то знаем куда-нибудь. Не, но если, очевидно, следует сюда, то мы знаем, куда он идет. Туда. Туда идет. Он не может вернуть вот сюда. Это все заканчивается всегда одинаково. Это может быть не очень все классно, потому что где-то деревья меньше и похожи скорее на кустарники, а где-то такие более... чуть больше, чем маленькие. Где гоблины, там большие. Где мы, там маленькие. Как-то, как-то это все вот приблизительно. Ага, вот баланс только что был внесен. Обращаю внимание. Да? Да, вверху маленькие деревья. Ни везде. Они, они... Там боблинов не будет, кого-нибудь сделать. Ну, давай сделаем полный баланс, когда вот так. Теперь мы там не пройдем. И там спец Норлакс, нельзя пройти. Дерево не занимает все клетки, в которых оно стоит. Чуть-чуть. На всякий случай. Покемона. Там забор по колену. Как это? Как взорвалась в Sony PlayStation эта игрушка? А Вандал Хартс? Вандал Хартс. Ну да. Мы играем в Вандал Хартс. Как-то это вот, ну приблизительно вот так вот. Как всегда я сейчас воспользуюсь моим любимым деревом. Твоя лежа. Это типа ты не пройдешь? Для окончательного такого... Назад. Знаете куда идти? Туда. Не сюда. Да. Ни в кое-как. Только не туда. Куда угодно. Только не туда. Вот. Мне от вас нужен ваш стелс. И интеллект. Видимо для начала стелс. В основном меня интересует стелс тех, кто идет впереди. Это основной стелс. Семерочка. Тех, кто идет позади, это менее важный для меня показатель. Я бы сказал почти не важный. У меня пятерочка, но я позади. Стелс это... Суперна Рокета тебе, ты сам. Это стелс. Это не стелс. Это какая-то фигня. Это не стелс. Я должен меня перебросить сейчас же. А минус пять. Семтоглый минус пять. А кто шел впереди? Напомните мне. Они вдвоем. И Синберна. Окей. И Синберна. Кидает стелс за Синберна. Мне нужен ваш персепшн. Нет, нет. Не ваш. То есть вы, я бы сказал так, в раундах трех. Вот это был стелс. Давай наоборот. Двадцать шесть. Он тоже хорошо. Двадцать шесть. Двадцать шесть. Сколько? Да. В какой-то момент движения у кого из вас больше? Стелс больше. Стелс больше. Стелс. В общем, мы видим... Это все, еще раз говорю, горы они как бы со сторонами. То есть если наконять... И тут я начинаю рифмовать. вот то есть вот здесь вот идут вот такие вот вдоль дороги вот идет такое вот немножко выше немножко ниже там где-то деревья и так далее еще чуть поодаль там в основном только кустарники и так далее и еще поодаль то есть это футов еще вот так вот если в сторону 50 там уже исключительно такие наборы и скалы то есть вот эта дорога она идет как бы внизу каньоном называется обычно то есть по низу каньона вот между вот скал с этой стороны все абсолютно то же самое то есть линия вот такого вот льефа потом линия кустарника и дальше же именно сами сами скалы ну так приблизительно чтобы просто немножко понимать вот дойдя приблизительно вот где-то вот до сюда вы со света и замечаете некое шевеление он там впереди какие-то маленькие существа размером с вашу гномку а тут это гномы и тут вот они вас не заметили вас заметил только один который вот здесь вот за деревом устранить и вы слышите такой звук похожий на птичку и и все уходим назад короче я так понимаю что ваша заявка пока вы вернулись и встретились четвером короче уже готовы там засады нас заметили да давайте поменяем поменяем место битвы так чтобы они попали в нашу ловушка не мы выхнили ставь токаны я не умею там каньон и я пока можно давайте пойдем по верху по верху но там за ней не мы обойдем но они сверху у нас очень очень удобно почему они сверху будут расследоваться если мы пойдем по верху как-то куда-то мы будем забираться еще я говорю а если нас видели они нас видели внизу а мы сейчас будем наверх собираться тихо а по низу можно госсаундом типа мы внизу идем а насколько ты его можешь от себя удалить но здесь приблизительно симметрия соблюдена то есть оно приблизительно на такой высоте вот здесь 20 30 ну что-то выше что давайте вымоним их лучше в принципе госсаундом все равно подойдет по низу но оно будет чуть подниматься иногда мне понравилось вам не понравилось? нормально, мне понравилось но это не наша поляна нас тут накроет быстро да это поляна нас быстро накроет на поверху там насколько вообще взглядом оценим насколько там сложно забраться незамеченными будет сложно я предлагаю вам использовать окружение вы можете предположить что видимо вы не очень тихо передвигались по лесу и уже почти догнав коблинов видимо вы дали о себе знать и они оставили скорее всего какую-то засаду возможно если никто не появится какое-то время то засада уйдет в лохо появилась гениальная идея давай, жги только ты сначала вслух камень положить сюда и ловушку которая срывается да, положить в камень гоблины все ринутся от камня отличный план слушай это реально хороший план только я не умею делать ловушки или умею я боюсь что вы заодно и побежите за камнем тоже ты знаешь его можно метнуть если ты камень положишь и от себя его как-то оторвешь то полагаю ты сам может кинуть учитывая что ты бросал сенс мотив ты можешь предположить что аналогичное чувство которое испытывает гномка и китсуне то есть оно каким-то образом на это чувство влияет как-бы ну алайминг грубо говоря существа то есть они пытаются договориться и как-бы это у тебя забрать представляешь что будут делать гоблины они перезерутся да давайте используем это это клево это реально клево тут важно почему у меня нет Мэйдж Хэмда последний раз ты у меня спрашиваешь Витя а насколько сильное желание обладать этим камнем я еще вам честно расскажу то есть спустя 5 часов вы начинаете чувствовать что вроде как что ты здесь не так отпустила отпускаете желание оно никуда не ушло то есть вы все еще хотите этот камень себе но сейчас да критически что за друг что это за странные эти самые а сейчас хрень какая-то не помнишь каких камней почему я с ними дружу стоп это же был энчантмент стоп да почему я первую скажу почему давайте реально используем это реально хорошая идея давайте вымомим сюда вниз положим этот камень вы можете пока в описании предметов посвечу еще если надо то что действие эффекта оно приблизительно около пяти часов вы точно не можете выяснить потому что водные часы там писали что стоят тысяча золотых гоблина платят с тобой перебраться да ты представляешь как ты можешь барыжить если научишься делать часы а если опять а если опять на нас подействуют есть ну дорогие дорогие не подействуют ничего страшного почему тебя не действуют потому что я вилл покинул так и ответил дворф потому что я дворф вера в Эмидей дает мне силы и защищает мой разум от всякой херни НИНЬ НИЧЕГО не может воздействовать на меня так вот давайте его положим подсветим покрещим их чтобы мы тебя не так сейчас вопрос как его положить я потом так выскочу и всех перебежу их или я кинем от входа к ущелью просто подкинем и туда они бегут сами ну вы действительно может то ли подсветить чтобы и самим не потерять и они увидели в лайц кастуйте на него я и говорю я об этом то что сказал ааа замечательно я еще думал их выманить там покрещать что типа мы с ловушкой попали а какое его ловушке на Гоблинском не небольшое достаточно чтобы на верхних на верхних же не подняться они увидят что за чем творится что-то там творится заинтересуется вот заодно и проверим как надо рассказ полкрафта непонятно как действует это заклинание то есть у вас пока об этом предмете есть только косвенная информация которую вы получаете из опыта эксперимента дальность не сильно большая но я думаю подсвеченный лайтом он не видит можно еще что-то типа ой я же куда ты его уронил то есть звук тоже какой-то что мы что-то уронили что-то потеряли они вообще типа подкрасться к ним потом они чтобы заметили нас и убегая потерять потом просто крикнуть вот да это лучше всего какая разница аааааа больно все я погибаю так ты отсюда я заблефовал там во все поля и все мне приходит лутать а у меня там вот это в руках а потом видеть что ты живой и забивают идея почти однажды реализованная одним хафлингом вором хафлинг вор тупо сдался в плен я знаю ее а можно что-то типа что вот мы решили уже отходить то есть тоже громко беседовать на тему айни пойдем дальше пойдем развернемся и тут кто-то из нас опа нет я потерял этот камень вы что это же это же такая ценность бежим отсюда аааааа давайте положим вот здесь и посвятим они не понимают язык к сожалению это гоблины чего начну гоблинском мудрость дворов говорит что они простой вряд ли поймут а я гоблинский знаю но это тогда да это странно ой я потеряла штуку учитывая степень интеллектуальности гоблинов они могут и не догадаться я могу это на всех языках они могут и не догадаться языках повторить просто типа вот в отчаянии. Короче, идея раз. Давайте просто то, что мы придумали, уже сейчас здесь. Короче, смотри, берем твою эту светилку крутую для начала. Какую? Крутую, которая приманивает внимание. Положим ее здесь, подсветим, чтобы она светила. Рядышком положим какую-нибудь сумку, допустим, мою. И рядышком же положим, особенно камень, который как будто вылился отсюда. Приоткроем слуху, туда валяется камень. Сами схоронимся так, чтобы видеть эту площадку и покричим для начала. Ай, бежим отсюда! Нас спалили, да. Ты где имеешь ввиду это сделать? В отдалении. Тут, понимаешь, местность она все время такая. Я думаю, если поорать здесь будет слышно. Нас спалили! А то вдруг не узнают, не заметят. Нет, я предлагаю говорить не нас спалили, а просто кричать, типа, мы попали в ловушку, там, ааа, боль, мучение. И потом звук убегающих шагов. У меня всего один хит остался. Ну, хорошо, давай. Делаем закладку с камнем. То есть так, чтобы, ну, прикидывая, чтобы было немножко виден свет и немножко слышно текст. А что за там, наверное, да? Можно просто в полиции пусть они разбирали. Есть номер салент имидж? Вот нету. Предсергитейшн есть. Ну, это не то же самое. Ну, это не то же самое, но... Дэнсинг Лайт есть. Я могу призрака именно сформировать. Ладно, давайте я просто заблефую и полежу рядышком. Полежу. Что-то будет слезать. Камень. И тут ты понял, что камень на него все-таки воздействовал. Может, то, что нам со мной не стоит рисковать. Ну, подвергать свои камни. Ну, давайте вот так вот положим, чтобы вот на меня не светило, а на них светило. Блин, ну... Если не прощать, то, что в коем-нибудь видно будет. Я сначала лягу, а ты потом вот так вот его... Вот так вот я его буду видеть, а вот так вот плачешь. Ну, не знаю, не увидел. Предлагаю все-таки кинуть туда. Мне интересно от вас ваши заявки. Двор хочет кинуть к ним камень, посмотри, посвеченный. А, блин, такая классная идея. Посмотри, что будет. А, ну и можно, в принципе, поорадить. Эй, что ты делаешь там? Это же мой камень, ты зачем его выбросил? В принципе, чтобы обратить внимание. Да. Кинуть. Если он разобьется. И не сработает наш план, и мы потеряем две с половиной тысячи золотых. Провать. Нерак три плюса. Нерак что хочет? Что? Если он разобьется. Но я не буду задателения. Нерак что-то ещё не буду.